Скажите, пожалуйста, вы знаете, какая сегодня дата отзначается? Нет. 12 квитня? Не знаю. Ой, я что-то забыл. 12 апреля. Не знаю. День космонавтики. А, да, читала. Ну, Юрий Гагарин, космос полетел. Ну, знаю, что в этот день полетел первый человек в космос. День космонавтики, отключение газа. А, день космонавтики. 60 лет, как прошло. Юрий Гагарин, как говорится, первый полет человека в космос. Ой, трудно сказать, потому что было так давно уже. 12 апреля в 61 году Юрий Алексеевич Гагарин совершил первый полет в космос. За 108 минут облетел Землю, удачно приземлился. Ну, я считаю, что это праздник для всех тех, кто не разучился мечтать, продолжает это делать. Я как раз в школу пришел, слышал, говорят, Юрий Алексеевич. Я думаю, кто такой Юрий Алексеевич? Потом, оказывается, узнал, что это Гагарин. Первый человек в космосе был. 12 апреля 1961 года. 60 лет прошло. Ну, я маленькая была, как бы хотела. А сейчас не знаю. Дети хотят, не хотят. Не знаю. Мне кажется, что сейчас в этот день в Бердянске больше актуальна тема отключения газа. Первый день без газа. Полет нормальный. Детям рассказывают и внукам? Ну, конечно. А что рассказывают? Что был такой Юрий Алексеевич Гагарин. Летал первый космонавт, который полетел в космос. А, еще ему рано такое рассказывать. Чуть-чуть старше будет, а да, если доживем. На сегодня, думаю, самое главное, чтобы где-то экологии и войны не было для детей. Самое главное. День космонавтики. А что это за день? Когда космонавти отозначают... Юрий Гагарин полетел в космос. Ну, это была знаменательная дата в то время. Как бы все были в таком восторге, что он первый космонавт был. Поэтому было, конечно, радостно. А сейчас как-то это уже все прошло. Ну, сами мечтали стать космонавтом в детстве. Да, я даже и потом еще умрел встать. А когда уже станция летала космическая, я смотрю по интернету, землю показываю. Думаю, ой, я бы тоже полетел. Так что даже до сих пор еще. Ну, теперь только самолет выше не летал. Это значительная события в истории человечества взагалі. Поэтому, я думаю, что значительная. Нам президент также обещал, что скоро полетемо. Этих людей, как Юрия Гагарина и Илона Маска, нельзя ставить на одну чашу весов ни в коем случае. Уж если кого-то и поставить из космонавтов, то это, допустим, Суит Уильямс, которая там несколько раз выходила в космос, в открытый, женщина-космонавт американский. А Илон Маск, ну кто он? Ну, он предприниматель, инженер и миллиардер. А вот Юрий Алексеевич Гагарин миллиардером не был. Не были совсем, им двигали совсем другие помыслы.